Три года тюремного заключения за загрязнение окружающей среды. Такое наказание может получить предприниматель из Цивильского района. На своем производстве он использовал опасные химические вещества, которые потом вместе с неочищенными стоками попали в реку Мпажанарку, оттуда в Цивиль. В прокуратуру Цивильского района поступило сразу несколько жалоб на местный ветеринарно-санитарный утилизационный завод. Люди жаловались, предприятие загрязняет овраг. Прокуроры приехали с проверкой и остановили. Очистные предприятия находятся в плачевном состоянии. Было установлено, что очистные сооружения, которым должны были использоваться предприятия, находятся в аварийном состоянии, практически не функционируют. Лабораторные исследования не проводятся соответствующим образом. Чтобы оценить масштабы загрязнения, прокуроры подключили специалистов Министерства природных ресурсов и ветеринарной службы Чувашии. Пробы почвы и воды показали, в загрязнении виноват не только ветеринарно-санитарный утилизационный завод, но и его сосед. Было зафиксировано в результате лабораторных исследований то, что данное предприятие занимается кожевенным производством, то есть осуществляет покраску и выделку меха овчины. И в ходе своей деятельности данное предприятие использовало очень опасные химические вещества, в том числе хром, который относится к первому классу опасности. От вредных веществ успели пострадать 750 квадратных метров почвы. Прокуратура Цивилицкого района внесла предписание руководству ветеринарно-санитарного завода привести очистные в порядок. Чтобы устранить нарушение, понадобилось полтора месяца и 350 тысяч рублей, говорит генеральный директор предприятия. Эти очистные были в аварийном состоянии, то есть сгнили все трубы, вот эти деревянные конструкции тоже сгнили. В короткое время мы все это устранили. И вот сегодня мы производим запуск активного ила и пуск в эксплуатацию этих очистных. Этот ил содержит микроорганизмы, которые поедают нечистоты. Для того, чтобы они жили, воду надо постоянно обогащать кислородом. Директор уверяет, теперь сброс стоков с его предприятия будет соответствовать всем санитарным нормам. А вот соседу повезло куда меньше. За нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами на него завели уголовное дело. Максимальный срок наказания – три года заключения. Но это еще не все. Также в ходе проведенной прокуратуры Цивилицкого района проверки был установлен ущерб, нанесенный окружающей природной среде, который составил более 800 тысяч рублей. Значит, в настоящий момент прокуратура района принимает меры по взысканию данной суммы с обвиновного лица. Ход расследования уголовного дела против завода-загрязнителя прокуратура держит на контроле. Виктор Вавилкин, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.